МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Кармянском районе собрались представники друкованных и электронных сродков массовой информации. На парадку дня особливости осветления года Малой Радимы региональными СМИ. У Год Малой Радимы в регионе будет реализовано шерох специальных проектов. В Кармянском районе ожитивляется инициатива Музей Центр Мясового Развития. Кали музыка, сенс жития. В областной универсальной библиотеке с имя Ленина отбылась осустрясь заслуженным дейшим культуры Республики Беларусь Оленой Соколовой. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Новая больница, поликлиника, дитяши сад. И не только, а маль 120 миллионов рублев накируется в этом году из областного бюджета на реализацию инвестиционной программы. Гроши пойдут на будовництво, обороконструкцию самых важных объектов социальной сферы, жилево-коммунальной господарки, узвядение жилья. Как размерковывались инвестиции, и где находятся основные будовницшие пляцовки? Довиделся наш корреспондент Марина Джалая. Успеся объекты, которые побудуют або отремонтуют, больше 90 позиций. Свыше 25 миллионов выдаткают на будовництво в Голине Аховы Здоровья. На сферу адукации поди амаль 3,5 миллионы. Как довидеться про все подробязни, наша здымочная бригада отправилась в Комитет по будовництву и архитектуре. Утверждена программа инвестиционная на 2018 год. Расскажите, пожалуйста, какие объекты в нее входят, которые располагаются в Гомеле и на территории нашей области. Основными объектами текущего года можно считать реконструкцию областной клинической больницы по улице Жаковского в городе Гомеле, поликлинику в 17-м микрорайоне. В текущем году мы продолжаем финансирование строительства взрослого отделения. Особое внимание предлагается уделить двум объектам. Это жилые дома для детей-серок в городе Ельске и в Жлобине. Особое внимание мы уделяем объектам производственного назначения. В текущем году планируется выполнение работ по модернизации щепзавода в Глушковиче. Также планируется выполнение работ в 17-й сельхозорганизациях в городе Гомеле. А кроме того, протягнуть обыдавництво областного урадшебно-физкультурного диспансера по улице Быховской у Гомеле спортивно-оздоровленческого центра у Мазры, блока плавальных бассейнов у Вецы, у 104-й микрорайоне Гомеле реализация инвест-программы даст махчимость подшать будавництва детячего сада на 190 месяцев. А самый, бадай, важный и масштабный объект у сферы аховы здоровья – Гомельская областная детячая клиничная больница по улице Жарковского. Александр Васильевич, куда мы пришли? Расскажите, какое-то отделение будет? Мы находимся в новом неонатальном корпусе. Степень готовности практически на этом этаже 100%. Это палаты для новорожденных детей. Здесь будет два отделения для детей с поражением нервной системы и для детей новорожденных и недоношенных. В том числе будет отделение реанимации для новорожденных и диагностические кабинеты. Рентгенологические, ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики. Палаты практически готовые. Кабмят сестрам было больше зрушно контролевать стан маленьких пациентов, весь час быть на паготове, зарабили вот такие скрозные акенцы. А в этой палате уже есть и специальные сучасные ложечки для новонародженных. В этом отделении существует некое зонирование. Что это такое? Здесь выделены палатные блоки для того, чтобы максимально разделить потоки пациентов с разной патологией. Даже у новорожденных могут быть разные заболевания, в той или степени требующие разной изоляции. И в каждом таком палатном блоке у нас предусмотрены все удобства для матерей. Это включает душ, туалет и максимально комфортные палаты для пребывания детей, там один-два ребенка, не более. Самыми первыми сдадут неанатальный и хирургичный корпусы. Безумовно, это станет долго чеканной и важной падеей. Бо самые головные инвестиции – у здоровья и будущую наших детей. Марина Джалая, Валерий Гопанько, телеродокампания «Гомель». Сегодня у Гомеля прошли первые районные субботники. В дело их приняли керавники, супрацовники администрации, працовные коллективы, предприемства, установ и организации областного центра. Так вот, в шагуношном районе мероприемства по наведению парадка на земле и доброго парадка в Анизон-Атпачинку разгорнулись для областной универсальной библиотеки имя Ленина, про вокзальные площади и площади Перамоги. За селедних капризов на дворья у дельники районного субботника взяли в руки не метлые грабли, а рыдлевки для уборки снега. Огольными силами яны расшишали территорию от снежного покрыва, да помогала в этом и спецтехника. Дорогие подобные субботники уже стали традиционными для города над Сожем, и с каждым годом у их прямая удел – все большая колькость людей. К сожалению, погода внесла свои существенные коррективы в те мероприятия, которые мы запланировали, поэтому основной упор будет сделан на уборку и вывоз снега с прилегающих и закрепленных территорий, и по санитарной обрезке деревьев с вывозом веток, и уборке бытового мусора. Главная цель – это уборка и наведение порядка, и, конечно, принести пользу родному городу. Что тышится у молна дворья, завтра у регионе чекаются короткочасовые дожжи. Ветер полднева у сходни – полдневый 5-10 метров за секунду, местами порывы до 15-18 метров за секунду. Температура поветра у день максимально прогреется до 10-15 градусов со знаком «плюс». В Будокошелевском районе собрались представники друкованных и электронных сродков массовой информации. На протягу дня яны знакомились с мясцовой и самобытной культурой и казали об особливостях осветления года Малой Радимы региональными СМИ. В работе областного семинара принял удел Олег Сентюров. Будокошелевский регион собрались самобытные. Первое письмовое узгадывание по местных населенных пунктах относится только до 15-го 100-го года. Ранее основную участку территории складали болотные лесные массивы. Еще в 1873 году, когда тут пришла чекунка, в районе наличилось всего 18 сельских поселищев, сегодня 230. На период дни года Малой Радимы по инициативе местного населенства в Будокошелеве выдали книгу «Легенды населенных пунктов», в которой собрали поддания историчных назвок везок. Теперь понятие Малая Радимы для местного населенства мая конкретный сенс. Все истории происхождения названий населенных пунктов Будокошелевского района рассказывали местные жители, уроженцы Будокошелевской земли, которые являются старожилами. Еще одна тема для осветления, захования и популяризации местных культурных традиций. В Учоботовском центре народной творчести обновили на выруб старожилных ляльокобярогов. Некие наши протки верили, что они соправдывают, допомогают подбегнуть несчастью. Вот эта кукла, это кубышка травница. Она наполнена травкой, лечебными травами, которые мы собираем и высушиваем. Куклы безликие, чтобы в них не вселялись злые духи. Это кукла на здоровье идет. Если человек болеет, то ее можно ставить в заголовье кровати, либо прикладывать к больным местам. Коллекция Чабатовецкого центра народной творчести – это некакие сотен бытовых предметов, якими корыстались и протки сучасных вязковцев, от байков для сметанкового масла до калавротов и вышиванок. Причем сярод экспонатов есть саправды уникальные. Вот это саправды уникальная скрипка, вырабленная у один экземпляра в минулом 100 годе. Заховалась она от прозвища ЕЕМАССР Дмитрий Волосевич. Запына, что этот инструмент не нужно прознать сусветно вядомыми скрипками, але у любым выпадку жахары Будакашалевщины своими народными умельцами могут гонориться. Одновить технологию вырабу таких скрипок сегодня напыло уже немакчима. У адрознини от вырабы традиционных Будакашалевских ручняков у Гонмалой Радзимы в районе открыли Центр народного ткацства. Сегодня у мастерни проводится реставрация ткацких станков и организуются мастер-классы. Не ледите на то, что Центр, открыющий всего два месяца тому, зараз тут постоянно займаются уже 5 дорослых и больше 10 детей. Это залог того, что старожитные технологии вырабы ручняков не стратится. А прича таго, в этом году в Центре плануется почать вытворчусь ящей и национальных костюмов. Хоть год Малой Радзимы – это не только самобытная культура, бадай самое главное – створение умов для годного життя в темную купру занятость населенства. Гэтая тема обмерковалась подчас круглого стола, причем размова не только предоставление працонных мест в надержавных предприемствах и в акционерных товариствах, необходимо створать умов для развития предпринимательской инициативы и самозанятости. Сегодня на Гомичине готовы допомогать усим официально зарегистрованным беспроцонным, и те предоставить отповедные проекты. У нас на 2018 год запланирована выдача 375 субсидий, таких безработным. И безработные обычно открывают, организуют предпринимательскую деятельность, открывают розничную торговлю, ремесленную деятельность организуют, крестьянское фермерское хозяйство в том числе, агроусадьбы открывают, были такие случаи. Олег Сентяров, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гобель», Будокошелевский район. Угод Малой Радзимы в регионе будет реализованы шерох специальных проектов. Наприклад, на базе Кармянского районного музея життевляется инициатива «Музей-центр мясового развития». И она реализуется у рамках проекта «Саденничание развитию на мясовом узровне в Республице Беларусь», який финансуется Европейским Союзом и реализуется программой развития ААН. Выдаткованная сумма амаль – 16 тысяч евро. С инициативой ознайомился Дзмитрий Котов. Зрабить життё больше яскравым и цикавым, а свой населенный пункт – больше привабным и утульным для себя и гостей. Так коротко можно вызначить основную сутность инициативы. Кармянский музей, где она реализуется, находится не в районном центре, как обычно, а в агрогородке Литвиновичи. В этих местах богатая история. Замызвязана життё знакомитого педагога-реформатора Пантелеймона Липяшинского. Фонд музея наличивает около 3000 экспонатов. Большая их частка связана с Липяшинским. Пришим, это не репродукция, а соправдные предметы, которые имеют дошинение до життя и творчества знакомитого педагога-реформатора. Фотосдымки, книги, учебники. А вот стол, за которым Липяшинский работал, и по известках историков, провёл апошние дни своего життя. После Кострышницкой революции устало пытание об створении новой системы адукации. Её распроцовкой занялся Пантелеймон Липяшинский. У якости творчей пляцовки ему пропоновали такие городы, як Москва, Санкт-Петербург и Одесса. Але он набрал родные литвины, ведь шамесца, якое с дятинства запомнилось опрыгажостю сельских пейзажов. И тут, у 1918-м годе, Липяшинский створил першую модель школы-коммуны. В учебной установе нового типа, где были объединены разумовая и физичная праца. Сюда было привезено самое последнее оборудование, школьное оборудование. Лучшие учебники из старых гимназий. Здесь были привезены все письменно-принадлежности. Это позволило открыть достойную школу-коммуны. В чём она отличалась? Это был прототип советской школы, опыт которой переняли все школы Советского Союза. И, в принципе, по этой модели строилась в 20-30-е годы все школы Советского Союза. Дякуючи реализации инициативы музей-центр мясового развития, во установе была значительно вновлена материальная база. Заявилися дитяша гульновая комната и ромесная майстерня. И головная – махчимость заховать нематериальные каштовности. Самая важная цель – развитие именно городка Литвиночей, развитие его жителей, развитие музея, который бы стал центром не просто развития музея, но это стало бы решать многие вопросы, не только музейного характера, но и это и занятость, вторичная занятость населения, это участие волонтёров в жизни музея. Мясовая инициатива различена и на повышение текавости до кормянщины, сирот, туристов. Здесь с целью привлечения туристов убеждена получит новый виток в позиционировании в целом самого региона и в целом, конечно же, всё, что имеется на территории непосредственно агрогородка Литвиновича. На территории Кормянского района зараз реализуется восемь мясовых инициатив, усе у социальной сферы, в глинах адукации, социальной обороны, охоты здоровья и культуры. Дмитрий Котов, Егор Марышенко, телерадиокомпания, Гомель, Кормянский район. У Гомеля провели акцию под назвой «Пять кроков выратования». Супрацовники МНС пропоновали горожанам проверить ведение правилу по водену при возникнении надзвычайной ситуации. Информационная пляцовка разместилась у одним из буйных гандлёвых объектов. Супрацовники городского отдела по надзвычайных ситуациях подрыхтовали для гомельчан пять мини-квестов. Удельника испытали, как корыстаться вогнетушителем, об чём кажуть попередживающие знаки, как денежать у надзвычайных ситуациях. Мне кажется, что каждый человек должен знать, что делать, если случится пожар, чтобы не паниковать. Хочу сказать спасибо за такие акции. Мы чисто случайно сюда забрели. И если они будут проводиться чаще, то больше людей сможет повысить свой уровень знаний в этом плане. Акция проводилась в рамках масштабной проверки местов массового знаходжения людей и буйных ганлёвых объектов. Про выники обследования кожного можно доведаться на официйном сайте Министерства по надзвычайных ситуациях. Больше за 250 лидеров и активистов Союза молоди собрал гомель форум БРСМ «Час на перат». Удельники обмерковали выники деянности организации за опошние три годы и презентовали новые проекты у темлику и присвеченные году малой родимы. Под обязанности в наступном материале. Отратаховый правопарадку, волонтерский и студотрадовский рух. На интерактивных прятсовках гомельская областная организация БРСМ презентует всю разностайность своей деянности. Тут и проекты переможцы областного этапа конкурса «100 идей для Беларуси» и фотосушка, яка для устроя самые яркие подеи молодежного життя. На плясовце БРСМ служим Беларуси всем жадающим пропоновали примирать военную форму, а так само рассказали про свою работу. Ходим на ИДН, то есть помогаем ловить несовершеннолетних преступников, также помогаем бабушкам, дедушкам с уборкой снега, ходим в детские дома, в дома малюток, помогаем домам малюткам, даем одежду, спонсорская помощь, также играем с детьми, играемся. У Гомельской в области у родах БРСМ каля 81 тысячи молодых людей, а областным центром мальчверть от агульной колькости молоди. Многие з их мкнутся реализовать свой творчий, навоковый и спортивный потенциал, те просто, бескорыслево допомагают людям. У развития волонтерского руха наша в области уже некольких год запор займали дяручую позицию в Украине. Центральным мероприемством молодежного форума стал открытый диалог. На протягу трех годов, дякуючих этому проекту и огученным пачас яго пропановам реализовано шмат цекавых молодежных инициатив. У Рогачевским районе отбился доброчинный марафон. Створаны спортивные пляцовки у Гомельским и Мазырским районах. Развивается проект «Тата зала». Не застались у Баку активисты БРСМ и от тематики обвешанного сёля того года малой родимы. В рамках сегодняшней акции мы планируем запустить проект «Дворовые гульни». Я помню те времена, когда ещё дворы были полны детьми и все играли в футболы, в чижа, в пекаря. Были такие игры. Но, к сожалению, в связи с тем, что компьютер вымещает это всё, дворы сейчас опустили. Наша задача постараться хотя бы немного вытянуть молодёжи из компьютеров и вернуть их во дворы и к здоровому образу жизни. Почас открытого диалога отбылась урочистая церемония уручения первых молодёжных билетов БРСМ нового узора. Это пластиковая картка, которая включает особистые дадены уладальника. С её допомогой можно, например, отримать скидки и примать удел в эксклюзивных акциях по всей Беларуси. Ганна Корольчук, Вероника Ворошелина, Игр Марышенко, телерадоя компания Гомель. Не стараются душой ветераны. У Гомель прошёл финал областного этапа Республиканского конкурса народной творчести ветеранских коллективов. На суд журы были представлены вокальные таленты, патриотичные и лиричные композиции, народные песни и припевки. На протягу дня перед глядачами выступили ансамбли, хоровые коллективы и солисты из 12 районов в области города Гомеля. Усяго больше, как 40 удельников. По выниках конкурсу гран-пры отрымал коллектив народного вокального ансамбля Гомельчанка Гомельского отделения белорусской чагунки. 23 года коллективу. У нас в составе 12 человек. Я, собственно, предложил такой вариант, чтобы использовать фонограмму минус. Не так, в обычном народном плане. Конечно, тяжело было сначала, потому что люди, вы сами понимаете, фонограмма это метроном, который надо слушать, ритм. четко следовать музыке. Но потом потихонечку втягнулись и, в общем-то, достигли мы, так сказать, определенных вершин. Коллектив Гомельчанки проставить наш регион в финальных мероприемствах республиканских фестивалю народной творчести ветеранских коллективов, які отбудутся у Майи, у Минску. Пераможцы у особных номинациях, означенных гоноровыми грамотами и призами. У областной универсальной библиотец имя Ленина протягивается культурно-информационный проект «Гомель у особах». На этот раз гостей стала мастацкий керавник и головный дырыжер камерного хора Гомельской областной филармонии, заслуженный деж культуры Республики Беларусь Алена Соколова. Усё своё житё и она просвятила музыце соправной, выдатной, якосной. На творшую состречу завитала со своим славутым коллективом. Алена Соколова поделилась с присутными гисторой особистых творчих поспехов и познайомила гостей мероприемства с мастерством камерного хора. Подчас концерту аматоры мастацтва окунулись в свет глубоких духовных и классичных музычных творов, неполторных шедевров русских и замежных композиторов. Разностайность репертуара и высокое выканальницкое майстерство озробили камерный хор Гомельской областной филармонии ведомым не только у Беларуси. Коллектив неодноразово выступал с концертами на лепших сусветных музычных подмостках. Я всегда рада, когда мы имеем возможность выступить перед слушателями с высокой музыкой и подарить им эти мгновения, эту энергетику прекрасную. И, конечно же, очень важно, чтобы такую музыку слушали подрастающие поколения, потому что мы воздействуем на душу. А душа это бесценное у человека, поэтому вот это добро, вот эта высота, которую мы дарим, я думаю, что мы еще сможем долгие годы поделиться с этим нашими слушателями. Завтра католики сустрынут у воскрешения Христова. Все лето Великодень, у них отбудется на тыдень ранней православных. Межты имперших красавика и православные верники будут означать свято, вербную неделю. И оно проходит за тыдень до Великодня. У православных храмах отбудутся обрады освящение веток вербы, яки символизуют перемогу життя над смертью. Бадай першая справа, яку неабходно зарабить после вертания с церквы, побить один одного галинками вербы и обовязково сказать «Не я бью, верба бье». Бывай здоровы як вода и богаты як земля. Гэта не просто старожитный ритуал. Люди саправды верали, что верба мая гаючая и навэт магичная якости. А тому до человека обовязково прыйдя здоровья, сила, прыгажость и добробыт. Вербная неделя открывает передвеликодный тыдень, присвяченный успаминам об опошних днях земного життя Иисуса Христа. Особливое значение у гэты час надается богослужением и узмостиной молитве. Апосту опошние семь дзен передвеликоднем особливо строги. На гэтам наш выпуск завершен. Усяго доброго и до сустречшего эфира.